Итак, здрасте, всем здрасте, доброго времени суток, дамы и господа. Внезапная трансляция по игре «Петика и Василий Иванович спасают галактику перезагрузкой». Это заказ от нашей зрительницы с Good Game и Фурнешки, Юльки. У нас три часа. Слыхать слышал про игрушку, играть не играл. Всё, что могу сказать, это хорошего настроения, приятного просмотра. И ехала. Ну, давайте упрощённое. Типа, мне ностальгировать не почему. Ремастер. Давным-давно, много веков назад, далеко-далеко в галактике, через Солнечную систему пролетал огромный, размером с планету, космический корабль, внутри которого находились десятки миллионов инопланетных колонистов. По каким причинам он потерпел катастрофу, неясно. Однако, именно в результате этой аварии у планеты Земля появился спутник – Луна. Во время аварии большинство инопланетян погибает. Выживают только те, кто находился на тот момент в состоянии глубокого анабиоза. Но разбудить их, понятное дело, уже некому. И, наверное, они так и спали бы вечно. Если бы не... Много тысяч лет спустя, в 1917 году, выстрел с крейсера «Аврора» возвестил о начале Великой Октябрьской революции. Пьяные матросы не попали по Зимнему Дворцу. На самом же деле, снаряд «Авроры» попадает прямиком в Луну, где приводят в действие отказавшие тысячелетия назад механизмы и пробуждает остатки мирно дремавших инопланетян. Через некоторое время, окончательно проснувшись и оценив всю безвыходность своего положения, инопланетяне решают, что единственная для них возможность выжить – завоевать Землю. И они начинают готовиться к вторжению. При изучении планеты в телескопы они случайно обнаруживают в центре одного из крупнейших материков Земли в крошечной богом забытой деревеньке Гадюкина надпись, нацарапанную гвоздем на указателе. «Гадюкина – путь Земли». Естественно, что захват Земли инопланетяне решают начать с важнейшего стратегического центра землян, а именно деревни со странным и таинственным зимовым названием «Гадюкина». А тем временем в России уже полным ходом идет гражданская война. Через поселок Гадюкина проходит линия фронта. Река Урал делит поселок на две части. В одной части кое-как обустроила свой быт доблестная Красная Армия во главе с Чапаевым. В другой с комфортом расположились недобитые белогвардийские генералы с остатками своих трусливых войск. И те, и другие уже основательно устали воевать, поэтому, судя по всему, осели в Гадюкина надолго. Силы примерно равны, так что ситуация сама по себе изменилась бы очень нескоро, если бы в дело не вмешались так не кстати проснувшиеся инопланетяне. Ох, Василий Иваныч, чё-то худо мне. Признаться, хватанул я вчера лишку. С горя-то. Чего, правду, делай-то теперь. Раскричался? Шо делать, шо делать? Прям как Чирышевский какой. Опозорены мы теперь, Василий Иваныч. Представляешь, приедет завтра Ильич войско проверять. Спросит, а где знамя ваше боевое? А мы чё скажем? Твоя правда, Пётр. Надо думу думать. То ж мог у нас из-под носа самое святое, полотнище алое утащить. Беляки это! Точно тебе говорю, Петька. Выходит, беляки шпиона прям нам под нос заслали. Может, в отместку им в колодец соли насыпать? Пусть у них вся еда пересолена будет. А политично рассуждали. Слышал бы тебя, фурманов, не похвалил бы. А вот флаг вернуть надо. А может, похмелиться чуток? И уж тогда мы этих гадов, и белогвардейцев, и махновцев, и даже этих, как их там, антихристов. Во-первых, не антихристов, а анархистов. А во-вторых, как сказал кто-то из классиков, Хватит базарить, надо знамя с кичи вынимать. Сейчас вот быстренько Урал с тобой форсируем. Да знамя-то наше и отвоюем. Так там же патруль. Вот с него-то мы и начнем. Соли в колодец насыпать. Ай, подлянка-то какая. Все, это игра уже? Нет, еще заставка. Ой, соли в колодец. Привет, Анка. Привет. Что-то ты во стороне беляков делала, а? Хоропаст. И где же твоя корова? А может, ты и есть шпионка? Может, ты и знамя украла? Лучше признавайся, а то мы тебя сейчас быстро разоблачим. Какая же я шпионка? Я, между прочим, о вашем же, Василий Иванович, пропитание и забочусь. Всегда вам дам. Молочка, когда попросите. Ну ладно, ладно. Ты ж знаешь, я любя. Ну вы и шутник, Василий Иванович. Прям казанов какой-то. Как она ваша позвала, а? Василий Иванович. Молчи, Петька. Плохо я тебя воспитывал. Лупить почаще надо было. Ну ладно, заболталась я тут с вами. А у меня еще коров не двойно. Ну, иди, Анка, не будем тебя задерживать. Метька, ты тоже думаешь, что и я? Нет, куда мне до вас, Василий Иванович? Правильно, Петр, до меня тебе далеко. Ты ведь даже не знаешь, о чем я сейчас думаю. Нет, конечно, вы же мне не сказали. А о чем вы думаете? Я думаю, как это интересно. Беляки Анку через свой пост пропустили. Как? Мост видишь? А как же? Беляков на нем видишь? А то. Молодец. Надо же сообразительный. Я думаю, не догадаешься. А что догадаешься, Василий Иванович? Что, что? Анка, ну, беляки, ну, понял? Не Анка. Ну ладно, скажу тебе, не дать опа. Нам под Анку замаскироваться надо. Нам под Анку? А как же мы вдвоем под нее замаскируемся? Замаскируемся. Как получится. Так, ну что, погнали. Гиря целый путь. Все время боюсь, что она на Василия Ивановича шлепнется. Ну, так убери. Я что, похож на Геракла? Ясно. Здесь плавает рыбка. Ее зовут Илька. Вырастет, будет акула. Будем беляками кормить, пока не кончится. Молчит, как рыба. Там же ключ был в аквариуме. Где он? Спасибо. Ну и дела. С таким трудом достался нам этот маленький ключик. Я чуть не пожертвовал самой необходимой частью своего тела. Ну, второй, по необходимости. Про первую, я так понимаю, лучше не знать. Я его от Василия Ивановича вчера спрятал. Он от сундука, где деньги лежат. Для ключа нужно подобрать подходящий замок. Хорошо. Работаем. Работаем. Доставай бутылку, ставь ее на стол. В общем, стол как стол. Но приятно, что собственность. В дом тащить надо вещи, а не из него. Понял тебя. Это Чапаев. Чего тебе, Петька? Много раз белые пытались взять Василия Ивановича. Что? Почу на нее смотреть. Ее открывать надо. В шкафу зачистую можно найти что-нибудь полезное. Добрый вечер. Или нет полезного. И пробовать не буду. Чего-то не будешь. Там уже что-то должно быть. В шкафу зачистую. Или спрятаться в шкафе. Нет. Да не спрят. Ладно, забей. С этим чемоданом Василий Иванович маленьким мальчиком приехал в Москву. А потом оттуда уехал. Путешествовал Василий Иванович много. Он был в Африке, в Израиле, на Северном полюсе. По-настоящему Василий Иванович и открыл Северный полюс. Да будет врать-то, Петька. А че я вру, Василий Иванович? Вы же мне сами рассказывали. Сколько раз тебе повторять. Не был Чапай в Израиле. Ну не был. И все тут. Понял? Ну как не понять. Понял. Где Хофф? Позовите Хоффмана. Кто-нибудь. Собираться? Мы же никуда не едем. Я до него не дотянусь. Да и зачем он нам? Рассол приготовляется. Приготавливается. Можно приготовить. Да черт с ним. Пусть стоит. Не-не-не. Рассол лучше оставить Василий Ивановичу. Вот это я бы взял. Но мне Василий Иванович голову оторвет. Как рассолу с утра не увидит, так злится. Допустим. Гляди-ка, выскочила. Бери. Или че. Какой ж ты нелепый. Ох, и достаешь же ты меня по утрам. Вот я голову до тебе отверну. У нас есть ключ. У нас есть птица. Теперь они точно не будут мешать нам спать. Часы хорошо вписываются в окружающий интерьер. Будет кощунством забирать их отсюда. Граната. Нам бы таких штук сто. Всем бы показали, что значит сильная рука революции. Она не сработает. Заряда нет. Ну а как муляж? Это последняя. Да и заряда в ней нет. Бери. Пусть лучше здесь для украшения повисит. Да бери, может кого-то спугнуть надо будет. Ладно. Ой, тазик. Стоит ли? Стоит тазик. Просто так стоит. Ты Алмахома. Приветствую. Ты Алмахома насмотрелся что ли? Кто это? Почему нет? Не знаю. Привет. В шкафу на дне что-то лежит. А, а, спасибо. Спасибо. Да, что-то есть. Нам тазик в дороге не нужен. Лез же кругом. Откуда ты знаешь, что тебе понадобится в дороге, дурень? Я не помню, что это за штука. Хотя прятал ее сюда, по-моему, я. Надо бы его взять и поближе разглядеть. Бери. А где меню Инвент? Сегодня он Петьку и Вича стремился в день? Ну, мне заказали Петьку, заказали вчера. Вот, и... Ну, это заказ. Это не... Тут... Ну, это совпадение. Это просто совпадение. Кроватка моя любимая. Мягкая, уютная. Прям вечно бы лежал, не вставал. Сейчас бы Анку сюда. А не жирно тебе будет, дядя? Я уже выспался. Не до сна нам сейчас, Петька. Так, что тут еще, может, вот еще что-то есть. После вчерашнего осталось. Жаль, что они уже пустые. Потом сдадим. Не до сна нам сейчас, Петька. Погоди, а это еще кровать. Это кровать Василия Ивановича. Кроватка моя любимая. Мягкая, уютная. Прям вечно бы лежал, не вставал. Сейчас бы... Василий Иванович, ну вы же обещали. Я уже выспался. Так, ну тут все, да? Да, тут в этой комнате все. Пойдем. Матери, господи. А я бы, типа, не дотянулся, да? Типа, грибы. Мировой закусон. Тут особенная обработка требуется. Так просто грибов не покушаешь. Есть их недосушенными, не собираюсь. Сначала дело, грибы потом. Вам надо переодеться в анку. Сейчас мы засунем этот огромный ключ в эту маленькую дырочку. Хм, о маленькой дырочке не будет больно. Сейчас проверим. Хорошо. О, инструкция по сборке пулемета. Авось пригодится. Слушай, Петька, а ты ключ мой от сундука не видел? По-моему, он где-то здесь валялся. Все может быть. Надорвешься, Петька, его сюда. Вшестером еле втащили. Больше внутри ничего интересного не оказалось. А наверху что-то было уже все, забей. А где инвентарь? Должен быть где-то... А, вот он. Резиновый матрасик, ключ, подсказка. Что за инструкция? Без высшего технического здесь не разобраться. Это карт, настроек... А что значит, Василий Иванович? Это что такое? И чё, чё делать? А, играть Василий Ивановичем? О, нифига. Ну, давай попробуем. Куда? Не, продолжить я никуда. Табуретка, оружие пролетариата. Ну, ещё какое. Посидим на дорожку. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Шо мы, капиталисты, с тобой кресло носить? Превратился бы ты самовар в самогонный аппарат. Толку было под тебя больше во стукрат. Чай ты, Петька, уже стихами заговорил. Блестит, как зеркало. Красив я на редкость, однако. Время сейчас чьи гонять. В дом надо тащить, а не из дома. Надо всё посмотреть. Русская печь. Это ж квест. Зимой на ней спится особенно хорошо. Особенно, ежели с Анкой. С Анкой. Из нашей печки, кроме золы, ничего не наскребёшь. С Анкой. Шо мы, капиталисты? То же самое. Это Чапаев. Да чего же это неприятный и подозрительный тип? С кем это вы там разговариваете, Василий Иванович? Да так, Петька, сам с собой. Не обращай внимания. Это хорошо. За ухват надо, как следует, ухватиться. Это чтоб горшки из печи доставать и не обжечься. Угу. Василий Иванович, чайник. Сам ты чайник, Петька. Сейчас по башке получишь. Да я не про вас. Вон же чайник в печке стоит. Смотри, у меня печка. На этот раз прощаю. Угу. Кипиточку, что ли, хлопнуть? Нет тут кипиточку. Да и вообще водички нет. Ой, сироты мы. Ухват вещь, конечно, неплохая. Но шашка все же вернее. Ладно, тут все. Да, тут тоже все. Пойдем дальше. Нам надо переодеться в анку. Двоим. Надо искать... Ну, есть смысл попробовать заведать... Ну, наведаться к сам... К самой анке. Как думаешь, Петька, кому это грозит вождь мировой революции? Не знаю, Василий Иванович, кому? Великам проклятым. А почему же он тогда улыбается? Утомил ты меня, Петр, своими вопросами? Не время сейчас пол-липформацию здесь выстраивать. Нечего тут, Петька, моими руками анархию творить. Не делай! Мы же не хулиганы. Так, плакат строить нельзя. Это что? Ну, пойдем в скважину посмотрим. Ну, так и быть, если только разочек. Ну, тут бухарики. Давайте больше не ловим Taylor. Курифим. Играетной, курифим? Ладно Так А где Можно как-то вообще узнать Где Анка живет Карта есть Клуб, магазин Хлев, дом Петьки Баня В бане мужики сидят Дом Анки Это мне направо надо А, можно даже так? Привет, АТС Анка всегда хорошо выглядит Базаришь Значит так, Анка Слушай, мой приказ раздел Как корову твою пылью Бадам Лол Ну давайте спросим пока просто Как у Беляков там Как там у Беляков? В сто раз хуже, чем на советской стороне Там все у них в упадке По волчьим капиталистическим законам живут В рыночной экономике Давай-ка спросим Типа про зачистила От чего ж ты туда зачистила? Там для моей буренки поля получше Конечно, у них ничего хорошего не может быть Ну пусть моя корова сначала всю их траву съест Молодец, Анка Молодец, Анка Вот что значит Настоящая русская женщина Как говорится Коня на скаку Того В горящую избу Этого Что ж ты делаешь-то? Ну ладно Подыщем тебе Работку Так Надо как-то Ну а как? Ну что, раздеваться ее просить? Ну давай Попробуем Значит так, Анка Слушай мой приказ Раздевайся Это зачем еще? Реквизируется для нужд Мировой революции Не, давайте я правду скажу Не, я бы с удовольствием Но Ладно Твоя одежда Нужна нам Чтобы пробраться На сторону белых А что вам На стороне белых Понадобилось? Военная тайна Знаю я Ваши военные тайны В прошлый раз Мне петь Кто ж Свою военную тайну Обещал показать И что? Нет? Не то? Значит Это зачем? Твоя одежда Реквизируется Для нужд Мировой революции Знаю я Ваши революции Вы Василий Иванович Еще в прошлый раз Мне Революцию Обещали А толку-то? Так Господа Вы заставляете Блять Меня Меня Краснеть Ну Давайте Последний вариант Значит так Анка Это за Да ты Раздевайся А там Видно будет Я то разденусь Мне не трудно Только Вам то что с этого Как что Возьмем В смысле Одежду Вот Вот Как раз Ее то я вам И не дам Так Ладненько Анк сообщил Что в нашей бане Поселись Анархисты Давайте Попробуем Выгнать их Оттуда С помощью Пчел Кузьмича Надо с ним Поговорить Вдруг Ему не жалко Кузьмич Теперь нам Надо Кузьмичу Ну Давай Кузьмич Пошли Кузьмичу Где у нас Кузьмич Дом Анки Печь Дом Петьки Хлев Магазин Грядка Свалка Клуб А где Кузьмич Как мне Кузьмича Найти Дом Фурманова Может Это Кузьмич Фурманов Надо Его Искать Походу Ну Пойдем В дом Фурманова Это Что Так Привет Фурманов Фурманов Глуховатый Чуток Привет Говорю Ааа Смотри Петька Он Наверное Дар Речи Потерял После Вчерашнего Ааа Вы Товарищ Чапаев Ты же Фурманов Как Несвой Не допил Или Переспал Да Я Это Чудной Ты Какой То Это Не он Это Не он Титьки Там Эти Титьки Ой Ладно А где Мне Кузьмичат Найти Просто Прогуляться Повсюду Бедро Бери Ой Ну Ты Бери Ну Это Не так Работает На Пасеке Может Это Была Пасека Логично Я Думал Вы Что Это За Квест Ты Ведерок Забери Сначала Хорошо Было Бы Его Отвязать Отвяжи Ведро Привязано Веревкой К Вороту Ведра То Нету Ворот Без Ведра Как Виселица Без Висельника Ну Ты Какой То Глуп Острый Таким Топором Дрова Рубить Одно Удовольствие Да им не только Дрова Им вообще Все Порубить О Бери Бери Хватит Бери Хороший Топорик В хозяйстве Сгодится Да Каша Из топора Рубить Рубить Еще раз Рубить Можно старушек Так Ну А теперь Можно Ведра Да Нету Ворот Ведро Привязано А Да О боже Даже так Берем Так Теперь У нас Еще и Ведро Есть А где А А Тут Вкладки Даже О боже Так Пасека 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 Спасибо Че Че Случилось Ну а теперь надо водку искать Все Кузьмич Пора Тебе С выпивкой Попробуем От противного Скоро вообще Черти Мерещица Начнут Черти Не черти А вот Как вчера Эта ночь В нашей речке Нечист Какая-то Пучеглазая Суетилась Это я Своими глазами Видел Докладывай Как дело было Сижу Это я Себе Значит Дома Ужил Старуха моя Как нас Бросенка Сделала Ну Я Естественно Принял Под это Дело Немножко Посидели Короче Первый сорт Уже Спать легли Вдруг Слышу На улице Худеть Чего-то Чего-то Думаю Там Может Худеть Не выдержал Штаны Вытянул И во двор Слышу Худеть Как будто Это ну Со стороны Рехи Ну так Вот Это Я Подкрался Тихонечко Отберегу И А так Такое Сначала Думаю Пожар Потом Смотрю Какой там Пожар Нет Жить Река Горит А еще Чуть Пригляделся И совсем Даже Это Не горит Светится Стою И Жду Чего Дальше Будет Вдруг Вода Как Забурлить Гляжу Из-под воды Тварь Какая-то На поверхность Поднимается И Пасть Зубастая Страшная Зеленая Вся Да Глазами Сплошь Утыканная Хотел Закричать А тут Сражание Измея Вот Как Дом Очутился Я Не помню Ну Истории Ты Рассказываешь Кузьмич Прям Жульвер Сам Ты Жульвер Петька Не хотите Ей слушайте Да еще Ее Обзываетесь Ладно Про пчел Мне Расскажи Послушай Кузьмич А как там Твои Пчелы Пчелы Поменяют Лучше Некуда Просто Зверь Меда Много Приносят Мед от них Нет почти Зато Атревматизма Лекарства Лучше Не придумаешь Пчелы Атревматизма Оригинально Не верьте Конечно Нет Ну И зря Теща Вот у меня Больна была Совсем Ее Ревматизм Замучил И вот Услышал я Как-то Что Лучше Пчелинных Ухосов Лекарства От ревматизма Нету Решил Понимаешь На тещу Своей И проверить Набрал Значит Банку Целую Везулья Да Ночью Сунул Старый Прям Под одеяло Ревматизм Понимаешь Как рукой Снину Скочил Понимаешь Сводил До горы Да и по всей Деревне Кругами Часа полтора За мной гонялась А ты там Пчелок-то Своих Не одолжишь Ненадолго Что же я Их Кому Непопыт Отдавать Стану Вот И Ежели бы Вы мне Махорочки Да Позабористые Принесли Вот тогда Мы Глядишь Это По-другому Поговорили бы Махорочки Где можно Найти Махорки Что за фильм Зеленая книга Какой фильм Фильм Шикарный Фильм Просто шикарный На уровне С 1 Плюс 1 Махорочки Махорочки Извини Чтобы Махорочки Где в теории Мы можем найти Махорочки В магазине Но у нас Нет денег Ядрить Тут Контингент Конечно Мама Я Красноармеец 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 Найди 5 Отличий От Красноармеец От Среднестатистического Жителя Деревни Вот Они Плюс Обожаю Ну вот Должно Ботя Зайти Ну пойдем В магазин Зайдем Одни Красноармеец Будут По дороге Я знаю Где Махорка Но без спойлеров Да Это просто Мысли Вслух Когда я Начну Прям Спрашивать Прям Вот Типа Все Сдаюсь Подскажите Не могу Но не обязательно Прям напрямую Знаешь Можно Как-то Завуалированно Типа Ну Кинуть Вкинуть Знаешь Там Подсказочку А кстати Насчет Подсказочки Матрас Выращивает На болоте Матрос Выращивает Табак Видишь Не нужны Мне твои подсказки На болоте Он Есть Матрос А где У нас Болото Болото Здорово Здорово Матрос Здорово Ты как здесь Оказался Дезертир Что ли Да какой там Дезертир А крысу Я встал А Стоял себе На вахте Да задремал Что-то А тут Волна Громатная С двадцатиэтажный дом А может Все-таки С двухэтажный Нет Минимум С пяти Так вот Я не успел С глаза Моргнуть Меня заморг А там Акули А ты Во Зубище Как забли Ну думаю Помирать Так с мужикой Достал я Из-за палочки Кортик И к ним Штук десять Я своим Именный Кортиком Сразу Да Пустил А последнее Наутек А я за ней Она от меня А я ее К берегу Ганю А она В реку Хотела От меня На медководье Спрятаться Но тут И каюк В общем Я ее С того берега Матом В камыш Загнал А когда Сюда Перебрался Смотрю Не дышит Зараза Разрешаться Во как Значит Не дезертир Говоришь Ну-ну А где же Твоя акула Не веришь Не надо Сердце Я у нее Сразу Вырвал И съел Ты же Сказал Что у нее Разрыв Сердца Ну да Так я Паку сказал Понятно А все Остальное Куда дел А чем Я тут Все это Время Питался По-вашему Кар Носками Это Ты Носками А я Суп Варю Из-за Курих Плавников Угостишь Не могу Да ты Не только Дезертил И вру Ты еще и жадина Кар Кар Вау Кар Кар Ого Надоело Зараза Отстанешь ты от меня Когда-нибудь Или нет Ты лучше За носками Своими следи Сгоря Ответи Муха Ого Как Ты Слонить Ума Не Прилож Видите Что Творит А Скажи Спасибо Что Не Заклевало Вещ 7 Муха А чего это ты тут выращиваешь? Я такое дело, табачок люблю крепкий. Не какую-нибудь фигню. Вот грядку самосада посадил. А эта вредительница все повыдергивать пытается. Сама ведь не курит, что пристает, не куда-то. Табачком не поделишься? Да, мужики, то, что уход вам отдам, последнюю тельняшку не пожалею. Но табачок самое для меня дорогое. Сам грядку капал. Сам сеял, сам оливал. Сам растил, сам охранял. Да какой ты молодец. Уже неделю не сплю. Табачок охраняю. А она замолчала бы уж, жадина. Вот если бы меня от этой вороны, проклятой, избавили, тогда другой. Избавить от вороны. Может помочь чем? Помощь бы пригодилась. Да только, что вы можете? Я и первую мировую войну начала, и в Ленина стреляла, и атомную бомбу тоже я придумала. Круче меня только горы. Так. Может, напугать ее? Да, у меня даже пугало нет, чтобы пугать ее. Да и не испугается она. Было у нас в запасе, кажется, что-то страшное. Правда, Василий Иванович? Что? Ты в нее по голове палкой. Пойдешь в нее, пожалуй. Скачет как угорелая. Больше не съедите за мне. Я свободная птица в свободной стране. Утомила меня. Вы бы знали как. Устут невозможно, а? За секунду все сметает. Счастливый остаток. Так. И как же нам напугать эту ворону? Отличные меха. Для раздувания печи. А при чем здесь это? Ну, пойдем к анке. Ладно. Раз нас подсказка отправляет к анке, то... Что этот знак значит? Я не понимаю. Пригодятся. А тут много чего пригодится, так-то. Пулемет может ответить только очередью. Смешно. Много картошки. Хорошо. А еще больше лучше. Так, уаньки есть картошечки захотелось. Ай, началось. Тут очень много разных полезных деталей. Пулеметов на 5 хватит. Кстати, пулемет по Фрейду фаллический символ. Так вот, почему красноармейцы называют Анку пулеметчицей. Сам догадался. Так, ну, взяли мы это. Дальше. Матрас на ночь. А там пугало вместо матраса. Матрас, значит, да? Ого! А вот это мой размерчик. Маловато будет. Маловато. А по-моему, в самый раз. Матрас, да? Ну, давайте попробуем резиновую бабу в виде пугала. Пугало. В самый раз! Да, в самый раз! На любые самые смелые эксперименты. А мы с тобой поговорим. А, не поговорить? А шо ж делать-то? Подожди. Счастливо. А куда ж мне ее? А как? Для этого ее сначала надо... Неужели это и... Подожди. Во! Подсказки-клютые. С подсказками-то не то. А вы тут на всяких... Так, в смысле? Да, Лола! Как... Нет! Я не смогу без подсказок. Ой, нет, тут я этим и не люблю квесты. Махорку из него. Понимаешь, Юль? Нет, я, конечно, понимаю то, что, да, без подсказок интереснее, но иногда в тех же... Ну, помнишь, я не знаю, была ты на стримах по Сибири или нет, но там просто такие нереальные вещи надо как-то самому додумать без подсказок, чтобы... Крышу сносит. И что, ты предлагаешь без подсказок херачить? Табак. Надо из него сделать махорку. Я не знаю, как делать из табака махорку. Я не знаю, кто... Да, ну я не смогу без подсказок, ты чего? Зачем мне пулемет собирать? И палку. Не будем оставлять его совсем безоружным перед лицом такой опасности. А что если это? Да, он жадина и врунь. Ну, это ж не метод. Точнее, не наш метод. Табак рубят для махорки. Да? А, можно почитать. Нет. Подожди. Табачок совсем сухой. А как их вообще, типа, соединить там? Клик, Петька, какая оригинальная конструкция получит? Осталось только напряжение подать на обмотку и... Чего подать? Ох, и не лучше ты у меня, Петька. Ах, это... Так это мы запросто. Это нам расплюнуть. Из табака махорку не сделаешь? Уже подсказку дали в игре. По махорке дали подсказку. Нам, может, подойдет просто табачок, как бы. Может, и, в принципе, заморачиваться не надо. Давайте просто сходим к этому. А у кого мы были? К Петровичу. К Кузьмичу. К Кузьмич. Суховато. Блядь, ну она же только что была свежая. Суховато. У нас есть ведро с водой. Надо воды набрать. А колодец у нас... Где у нас колодец? У нас вот тут есть колодец. А еще, может, есть какое-то прям место с колодцем. Тупик. Перекресток, перекресток. Печь. Баня. И тут колодец. Ну, а как, если я только что... Нет. Во. С таким трудом ведро добыли. Нет уж. Да в смысле? Не, ну вода нужна. И где мне воды набрать? Ну, в смысле, блядь, ты не можешь... Ты шутишься, что ли? С таким трудом ведро добыли. Нету. Ой, ты упырь. И что делать? Ну, это... Нет, так не работает. А что, я в дом не могу попасть? Подожди. Дядь, иди сюда. А, какой интерфейс. Может, в аквариуме ее, не знаю. Чайник еще есть. Нет, не в аквариуме. Я выпил бы. Да для желудка, говорят. Кипит точку, что... Нет, дыма. Ой, сирот. Ой, сирот мы... Ну, с ведром не комбиниться. Типа увлажнить и отферментировать. Я не знаю, что надо сделать с табаком. Я даже в теории не знаю, что надо сделать. И игра, как бы, дает тебе вообще доступ во все локации сразу. Может, ну, надо просто, типа, походу, бродить и спрашивать, что как. Давайте вот в магазин. Может, нам мадама подскажет, что делать с табаком. Или, не знаю, поменяет. Попить не найдется? Приходят всякие бойцы, новоявленные. И все пить требуют. То ли спирт, то ли спрут, то ли спрайт какой-то. Ох уж мне этот Фурманов со своей наглядной агитацией. Попить у нас теперь только по талонам. Сам Фурманов приказал. Ага. Талон мне давайте. Будет вам попить. А раз нету талона, ничего разговаривать. Здорово. Привет, Киллджой. Привет. Да, у нас Юлька Фурнешка заказала Петьку. Спиртное, сигареты. А может, сигареты? К сожалению, они не продаются. Ладно. Так. Ну, в теории, что можно... Как можно увлажнить табак? Ну, может, прямо на болоте надо с ним что-то... А, слушайте, а если просто сорвать новый, свежий? Грядку взять не... Скапывать? Да даже если бы... Табачок бы нам, конечно, пригодился. Но, судя по всему, матрос его бдительно охраняет. Ничего. Что-нибудь придумаем. В смысле охраняет? Ты же уже один куст стырил. Бери еще. Табачок бы намного... Да, камон. Да что я вам, лесоруб, что ли? Да ты вообще что-то делать будешь сегодня? Пусть порастет пока. Не ожидал подсказку выше. Собирает пулемет. Не обязательно получится пулемет. И что получится? Взять болото? Зачем? Увлажнить табачок. Слабо? Ты че? В смысле? То есть... То есть единственное, что тебя смущает, это блять зачем? То есть... В принципе, как бы... Рабочий вариант, да? Просто как бы нужна причина, да? Ладно, пойдем блять пулемет собирать. Так. А вот эти детали нам точно пригодятся. Можно попробовать собрать из них свой пулемет. Давай. Ой, по-моему, мы что-то напутали. Василий Иванович, а вы уверены, что это у нас инструкция по сборке именно пулемета? Не знаю, Петька. У меня в сундуке много всякого хлама скопилось. Ну да ладно. А вот тоже пригодится. Ты нахуя мясорубку разобрала, женщина? Монежный. Пасек. Самокруточка. Обещал пчелами поделиться? Выполняй. Да. Нехорошо будет, если обманешь. Да я... Да как я могу? На, давайте максимально без подсказок будем пробовать, окей. А то у нас заказчица негодует. Чего-нибудь, горло и промочить. И пчелы ваш. Ну мы же договаривались. Эй, алё, дядя. Ну ты умаешь, договаривались. Что я вам пчел не дам? Ты сколько угодно. Только вот и эти, понимаешь, выпить. Вольно охотно. Ладно уж, пойдем, поищем. Но если уж опять обманешь, да вы не сиди, не сиди. Будут вам ваши пчелы. Бухла найти. Бухлиш. Пить ток по талонам. Талон у... Мы знаем у кого. Бульзаров. Дело есть. Что делать-то теперь будем? Что делать, что делать? Ничего не делать. Как это ничего? А как же наша гордость? Знамя! Эй, знамя. Понимаете, Василий Иванович, это сделать не так-то легко. Необходимо приложить значительные усилия. Потенция человечества должна быть чрезвычайно высокой. Ну и трепло же-то, Фурманов. Сказал бы лучше, что нам теперь делать? Где знамя искать? Эй, знамя. Наверняка это, если его похитили, наверняка подальше унесли. В общем, на той стороне... Гений, гений. Да там же беляки. Ого, беляки. Они и похитили. Понятно. С тобой все. Дай мне... Фурманова застать врасплох. Дай мне талончик. Может тебе опохмелиться надо? Может надо, а может нет. А давай я принесу. Что-то ты ничего не знаешь. Я знаю очень много. Но вы задаете неточные вопросы. Если вы формулировали свои мысли в более понятном для меня ключе, создавая при этом четкие и однозначные смысловые конструкции, я бы с удовольствием удовлетворил вашу потребность... Бля, это надо записать. Кто-нибудь запишите, пожалуйста? Я тут надо прям записать. Давай так. Ой, такой ты хитро выебаный. Нет, ты мрачный. И вообще не похоже, что ты думаешь. Да, это талон. Не знаю, учту. Как дела на фронтах политподготовки? Ээээ... Все идет по плану. План, ишь ты, а похмеляться-то лучше водкой. Да, не знал. Учту. По какому плану? У нас плана и в помине нет. У вас нет, а у нас есть. У кого это у нас? Ой, ой, ой. Я имел в виду у меня. Зря ты так, Фурманов. В следующий раз выражайся поточнее. Значит, ты знаешь, где план достать? Нет. Для боевых товарищей жалеешь. Не, мне не жалко. Просто нету. Да ладно, явно тебя жаба задушила. Почему жаба? Во-первых, жаба меня не задушила, потому что я жив. Это в корне опровергает ваше утверждение. Во-вторых, жаба вообще не может меня задушить, потому что она маленькое зеленое существо. Эбать ты душишь, дядя, просто душишь. Не может причинить человеку вред в виде с треангуляцией. О-о-о, такой ты душный. Чё по... Что делать? Что делать? Ничего. Так, Фурманов, за ничего не делать можно и на губу посадить. А как вы меня на губу посадите? Ваша губа маленькая, я на ней не удержусь и упаду. Мне будет больно, вам будет неприятно. А потом сажать человека на свою губу. Это же не гигиенично. Для этого есть вдул, скамейка, клетка, кресла, да, какой штын. Но никак уж не на губу. Наконец? Да ты что, обалдел? Ну, Фурманов, ну ты пошляк. Понятно. Так, я что, никаких... Элегантному человеку... Элегантному... Ну, а Фурманову... Вот этот столик для... Плакат... Весла... Это Веслов... Но у него нет лот... А весла необходимая вещь. Делаем вывод. Нам они нужны больше? Совершенно верно. Вот только... Послушай, Петька, а не получается, что мы их воруем? Ну что вы, Василий Иванович? Конечно нет! Ну... Ну тогда ладно! Да. Все для революции. Ну, мы-то с Василием Ивановичем положим еще задолго до революции в рядах Красной Армии состояли. А где же взять-то? Наш добрый Терминатор. Каждый хочет быть похожим на него. Ачивка с Тринарни. Надо бухлишко надыбать. Это все, что осталось после вчерашнего. Надо надыбать бухлишко. Да, они полны. Да, да, да. А вообще-то она ничего. Ладно. Надо бухло, 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 бухло. Дома бухла нет. У Фурманова нет. У Фурманова и талончиков нет. Ладно, пойдемте попробуем спросить про бухлишко у... Как ее зовут-то хоть? А, слышь, дядя, а может ты мне... Э? Петька, если человек пьян, это еще не повод для его убийства. Но у него же бухлишко. Дай бухлишко. Дядя. Твоя корова мычит? Была бы моя? Давно бы уже на бутылку эту тварюгу сменял. Это пасечник корова. А может танка ее пасет? На ту сторону, через мост возит. А ты чего тут так стоишь? Охраняешь? Ты че, дурак? Попробуй выпей, сколько я. Я бы посмотрел, как ты бы стоял. На речке, на речке, на том бережу. Про какую хору они вообще говорят? Хорош петь. Чем тут сарай подпирать, пошел бы лучше. Проветрился. Ты мной не команда, не на фронте. Ну не хош как хош. Между прочим, нам вчера фурманов хвастался, что им в военторг спирт приносит. Так. А что же вы молчали? Что тут начинать надо было? Ладно, мне пора. Эй, погоди! Ты куда? Ой! Василий Иванович, смотрите, что творится-то! Куда это они все пропали? Ох, Петька и не спрашивай. Сильна все-таки у нашего народа. Привет! Блин, классный смейлик. В том смысле, Василий Иванович, они что, все в библиотеку смотались? Знаю я ту библиотеку. А давайте мы с вами тому плюнем на все и махнем за ними. Как это плюнем? На знамя дивизии плюнем. Да я тебя сейчас так махну, неделю присесть не сможешь. Так, ну мы типа, ну, можно, конечно, попробовать. Что нужно? Поменьше? Ключик поменьше? Это текстура, что ли, кривая, или... А если... Так, ладно, давайте в магаз. Давайте у нее расспросим, как бухлишко достать, если талона нету. Ну, а... А вообще-то она ничего. Женщина видная. Да ты, главное, коня ей не показывай. Так. Наш вам поклон, мудвуазеле. Славная нынче? Погодка? Какое там славное? Духотища вон какая стоит, ага. На этом я бы сказал, у-у-у-у, зайду-ка я как-нибудь в следующий раз. Но выхода у нас нет. Попить не найдется? Приходят всякие. Ну, это то же самое. То ли спирт, то ли спрут, то ли... Ох уж мне этот Фурманов со своей наглядной агитацией. Попить у нас теперь только по талону. Там Фурманов приказал. Талон мне давайте. Будет вам попить. Так, где взять талон? Нечего разговаривать. Если у Фурманова нет талона, где можно взять талон? Пустые бутылки украшают и вселяют в сердца красноармейцев чувством уверенности в завтрашнем дне. Не стоит лишать красноармейцев чувством уверенности в завтрашнем дне. Коса. Да, агрегат солидный. Иди, рублей. Ты ж, муевик. Уж рублей пять-то, наверняка. Весь сделал. Ну, давай попробуем. Ну, ладно. Не отпустишь ли в кредит, хозяюшка? Какой там кредит? Твой кредит уж вышел давно, ага. Ну, дай хоть хлебушка, батончик. Да таким батоном только свай заколачивать. Не отпусти, какой твой кредит. Ну, дай хоть папиросок фирменных попробовать. И не проси. Папиросы заморские. Трофени. Для красоты стоят. А выдавать? Никому не велено. Так, ладно. Не отпусти, как твой кредит. Ну, дай хоть серп. Пойду пшенички на кашу. Серп у нас только вместе с молотом продается. По отдельности никак, ага. Ага, блин. Нет, путь, как твой кредит. Ну, дай хоть пальму-то я вам, конечно, не дам. А вот семян дать могу. Сажать, ты знаешь как, а? А что там знать-то? В землю бросил и всех делов. Ну, ну, тогда жди рекордного урожая. Ну, семена к матросу выращивать, я так понимаю. Нет. Нет, бухло не у нее. Где у нас может быть бухлишка? Давайте к матросу попробуем сходим семена по семье. Блин. Семена скинем. Нельзя. У нас есть весла. Сажать в теплом солнечном месте на грядку, скорее всего. Не здесь. Давай на грядку. Грядка. Семена. Так. Маленький росток. По инструкции надо полить его молоком. Тогда вырастет пальма. Еще молоко надо найти. И зачем нам... Не люблю я тыкву. Тыкву он не любит. Угу. Водяра, 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 водяра. Водяра. Канки. Ну, может, чё, Анка подскажет? Кх-кх. А нельзя сразу, типа, ну просто в дом Корову Анг есть Ну молоко-то да, молоко-то ладно С молоком мы потом разберёмся Лампа Похожая на лампу Ильича Но не Ильича, а Анкина Ой, блядь Даже у меня уже Поляхом стекает, как ты ей нализываешь Чувак, прекрати, блядь Ань Как корова твоя поживает? А тебе-то какое дело? Грубовато ты, Анка, отвечаешь А как с тобой по-другому-то? Ну как это? Я, как и любой настоящий красноармеец Должен заботиться о каждом живом существе На территории Советской России Позаботься лучше о себе, Пётр Да чего о себе? Настоящий солдат, как гринписовец Любит всякую животину Особенно, ежели с горчичкой Да под лодочку Угу Угу Прижмите, прижмите, Василий Иванович Да поскорее Я и вы Весь советский народ вместе раздавит Тут буржуйскую гадину Как там Встопа врын Недолго им жаровать осталось Дать подсказку Пока не надо Пока не надо День твой последний приходит, буржуй Как там Встопа врын Чему Мадам Что вы делаете сегодня вечером? Моё свободное время Принадлежит красной армии Даже ночью Всей красной армии Всей красной армии? Ну ты крута, Анка А ты как думал, Петька? Петька, блядь, особо у нас как-то не мыслитель О боже, весла Этим можно растопить печь Только, пожалуй, нам совсем не эту печь надо топить Ммм, весла для печи Эти пулемёты брать не стоит Всё равно Анка собирала их исключительно Лучше уж соорудим пулемёт своими силами Получится, конечно, не так красиво Может быть Может быть Мэйби Василий Иванович Покажи-ка мне ещё разок Где во время атаки должен находиться командир? Да я бы показал, Пётр Только нам с тобой ещё до осени в атаку ходить и ходить А у Анки последний мешок картошки остался Так, ладно 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 Давайте вообще посмотрим, что есть В других местах Вот в хлеве Что у нас в хлеве? Это хлев То есть магазин и хлев это одно и то же Ну посмотри подсказку Какой же на тех, кто выбивает в домах стёкла Разве что в домах кулаков На не такую прямую, как в игре НЕТ ВСЕМ Мне с ним не о чем разговаривать Не о чем разговаривать Мы думаем Мы думаем Мы думаем Мы думаем Где взять? Давай в клуб сходим Товарищи Товарищи То, что человек произошёл от обезьяны Сейчас знают все А сложнейшие вычислительные машины Синфа... Синхро... Фазотрон Синхрофазотроны Автоматические линии производства Ведь ещё вчера Их не могла себе представить Даже самая богатая фантазия Ныне же они Стали продуктом исследования И труда А веществлённой силой знания Но выброшенный за борт корабля истории Эксплуататорские классы Никогда не смирятся Со своим поражением Они предпринимали И будут предпринимать Всё более изощрённые попытки Повернуть к лицу истории вспять И вот чтобы посеять раздор и смуту В душах военно-полевого состава Враг применяет весьма хитроумный И даже я бы сказал Оригинальный манюр Вчера Под предательским покровом ночной темноты Была похищена наша святыня Пропало самое драгоценное Что есть в нашей дивизии Наша честь Наша гордость Наше красное знамя Но наша красная армия Наши соколы Несокрушимой каменной стеной Встанут на пути коварного агрессора И мы не позволим Да-да-да, товарищи, не позволим Чтобы прориск империалистов И антантовских прихлебателей Начинай ты Я выстрелю себе в голову За пять рублей А я выстрелю себе в голову За четыре рубля Ну тогда я за три Тогда я выстрелю себе в голову За два Стреляй, твоя очередь Ваши ставки Кто выиграет Два рубля Патронов нет Ой, жаль Махач был бы интересным, конечно Так Что мы сюда припиздили Мы ищем водку И здесь ее явно мы, наверное, не найдем Какие-то похороны чьи-то Мужики А если Нет уж А во-вторых, ковбои из них никуда Ну да Это кто? Это А, это мы Ядрить Вот мужик умный Все газеты читает Да вообще гений Гусяна зря на лекцию принесла Хотя, может быть, и просто оставить его несколько Это старый Пантелеймоныч По-моему, он тоже был связан с ЧК Но я не уверен Егор Савельич Моржов Всегда одевается только в черное Как вы, наверное, уже догадались Он действительно бывший чекист Но черное он носит совершенно по другой причине За последний год его многочисленные друзья Областные чекисты Повадились навещать его С целью основательно раскулачить винные погреба местных кулаков Кулаки терпели все издевательства Но когда среди милых гостей Пошли разговоры о том Какая все-таки замечательная деревенька Это Гадюкино И как хорошо было бы им остаться в Гадюкино насовсем Тут их терпению пришел конец В результате Они действительно остались в Гадюкино насовсем А Моржов остался в живых только потому Что был одет в свой любимейший черный плащ В потемках его перепутали с местным попом И, естественно, отпустили Лайфхак Афанасий Бывший работник ВЧК Бывший друг чекиста Моржова Теперь труп Жертва жестокой кулацкой расправы А можно забрать? Не достать никак Вот если бы Василия Ивановича разбуди Ну, буди Быть может, он и проснется Но мне от этого легче не станет Эй, Василий Иванович, проснись Дизайнеры придумали из колонны сделать печь И удобно, и тепло, и красиво В стиле социалистического бардака В этом даже что-то есть на самом деле В деревне Гадюкино Одна из первых подвергшихся частичной электрификации Как неоднократно объяснял нам товарищ Вектор Эта лампочка Символ грядущей светлой жизни А что если ее погасить? Так давай погасим Есть что-нибудь Может что-нибудь пиздануть? Хм, подкован, про-про-про Миропоним, говорят Древние боги общались с миром Что? Ладно, неважно Ой, дядя Наш уважаемый доктор-лектор Ежедневно знакомит всех желающих С преимуществами коммунистического строя Над любым другим существующим на земле Особенно над капиталистическим Как бы его убрать оттуда? Боюсь, что топором я его только покалечу А это вряд ли заставит его замолчать Надо выключить свет Поговорите с ними Кто побеждает? Побеждает смерть, дружок Без подсказок В чем смысл тогда существования? Не спрашивай, друг мой Не знаю я ответа Ой, ребята Чего это вы делаете-то? Не видишь, что ли? В рулетку играем А кто вам разрешил? Ленин Ленин всегда был против азартных игр Эта игра не азартная Да пипец Да успокаивает Прослабляет Понижает мышечный тонус А ты не хочешь? Не играй Ну почему же? Я с удовольствием Тогда твоя очередь стрелять В лампочку В лампочку А ты говоришь без патронов Ты б долго пер Так я говорю Без подсказок будет долго, да Этот атлант Произведение великих древних мастеров А никому не известные современные Ну что ж, это было очень увлекательно Познавательно И так далее Извини Но да, нам сюда не надо Водочки тут не достать Так Хлею были в магазе Были В клубе были Пасеки были Ваньки были Дом были Тут были На мосту не были На свалке не были У печи не были Печь растопить Но это не сейчас Или сейчас Ты куда, блядь? Тут интеллектуальные игры На стриме Да, прикинь, Арчер Можно заказывать любые игры На трансляцию Практически Прицепить ведро к веревке Конечно, можно Но зачем? Воды-то там все равно нет Логично Не стоит рубить этот журавль Может быть, он нам еще пригодится Блин, а да как-то Для того, чтобы прицепить ведро к журавлю Существует веревка Ты, блядь, какой-то тупой Зачем нам веревка Веревка в квестах нужна всегда Вообще, практически всегда Не знаю, что он несет Ладно, херня я все это Баня нет Клуб Грядка Хлев Ну, пойдем на свалку Многовато в деревеньке Мусора Лет 200, наверное, копилось В мусоре копаться Дело нищих А мы Бойцы Красной Армии Как мы запелли Ты посмотри, блядь Петька Я тебе не мусороубор Что за дерево? И на камнях растут деревья Не на камнях, Василий Иванович А на свалках Никогда не перебивай Так, нет Ну, ладно Дедем дальше Были, были Были На перекрестке не были Пионеры юные Головы чугунные Привет Привет, пионер Меня зовут Павлик Павлик, говоришь Ну-ну Наша пионерская организация Деревня Гадюкино Рада приветствовать Доблестных героев Гражданской войны Освобождайте нашу родину От белогвардейской сволочи А уж об остальном Мы позаботимся А фамилия твоя Случайно Не Морозов? Нет Никогда У меня Совершенно Другая фамилия А вот у папы То есть Ой Какой ПАНЧ Ладно Едем дальше У него точно Водеры нет Ланки нет В печи нет Дом нет В бане В бане Чтобы Ну в бане Есть Либо талон найти О Слушай малой Может у тебя талон есть Ну вдруг Внезапно Такой маленький А уже пионер Пионер Это состояние души Гордое звание пионер Имеет право носить Каждый достойный Независимо от возраста Пола И цвета кожи Хотите Мы и вас возьмем В пионеры Спасибо Но мы уже Коммунисты Чем же вы тут занимаетесь? Навряд ли Конечно Но надо прогнать Собираем макулатуру И металлолом Помогаем в поливке И прополке огородов Выявляем вредителей И врагов народа Ловим шпионов И бездомных собак Молодцы А как же вы Отдыхаете? Отдыхаем мы Пионеры Тоже неплохо Мы занимаемся Физкультурой Плаваем И купаемся Загораем Занимаемся Конным И велосипедным Спортом Участвуем В художественных Кружках Пения Стихосложения Рисования И игры На музыкальных Инструментах Учим стихи И песни Про великого Ленина Ну все Я понял Какой А сейчас Вы куда? Мы нашли рядом С магазином Странную Сделеную баночку Похожие на те Что дают Преступление В Красную Армию Куда каждый Из нас Мечтает Пойти После окончания Школы Только Эта баночка Показалась нам Подозрительной И мы Пионеры Не стихи А ну покажешь банку Покажешь банку Ты ребята Может нам отдадите А мы уж Отнесем Куда следует Я бы с удовольствием Но только что Я ребятам скажу Что ты сам Ее Фурманову Отнес Ну нет Пионеры Никогда Не обманывают Старших Никогда Никогда А если мы тебе Взамен Настоящую Банку Блять У меня нет Банки Теперь мне еще и банка Нужна Подумай логически У кого может быть талон Блять Логически 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 У кого может быть талон Это дал приказ Фурманов У Фурманова Талона нет О том что дал приказ Фурманов Там сказала Продавщица Талоны могут быть У кого Либо у того Кто выдал приказ Либо того Кто следит за Исполнением Приказа Кто у нас Может исполнять Ну следить за Этой херней Анка Нет Ну по логике Блять Талоны должны быть У Фурманова У него их нет Кто еще Взаимодействует С этим Пока что В этой цепи Фурманов И продавщица Также талоны Могут быть У алкашей Так как они Типа Пытаются Приобрести Возможно Ну То есть Либо у Фурманова Либо алкаши Либо продавщицы Либо Либо кто Либо тот человек Который ответственный За выдачу талонов На алкоголе Кто это может быть Сколько у нас Персонажей Блять Сложно Подсказку Нет Думаем Думаем Мы играем Без подсказок Мы играем Без подсказок Мы пытаемся Рассуждать Логически У кого Может быть Талон Блять Кузьмича Нету Или есть Матрос Что сказал Пионер Пионер Сказал Что ему Банка Нужна Бери Шпору Это приказ Хер Ас 2 Ходив Тельняшки Поговорить с ним нельзя Еще раз послушать А сейчас Мы нашли рядом с магазином Странную зеленую баночку Похожую на те Что дают преступление В Красном армию Туда каждый из нас Мечтает пойти После окончания школы Только эта баночка Показалась нам подозрительной И мы, пионеры, не идем ее товарищу Фурманову Для опознания Так Молодцы, ребята Может нам отгадите А мы уж отнесем куда следует Я бы с удовольствием Но только что ребятам скажу Ну, это уже не важно Да что угодно Это уже не важно Рядом с магазином Поем к магазину Искать, блять, банку Отходы Музыри, бомжи копаются Ой, не выебывайся Я тебе, Петька Не убор Я тебе Ладно Талончик может пригодиться Кажется, я видел Один у Фурманова на стене Ну, серьезно, блять Серьезно, на стене Я же прощелкал Звезда буржуйской эстрады Ее бабушка Мораль Рожка, сын Ленин Да Ленин Блять, что Остань Это что такое? Интересно Постараюсь Взять себя в руки Только не при Василии Иванович Только не при Василии Не я Тупой Или что? Он и тут Ты нахуй Ой, господи Ой, как я, блять Должен я его был найти Кто-то может мне объяснить? Когда вот попробуй ой боже блять ладно то есть я по всей деревья же я же ну я же мог самого ночь лекция была очень познавательная лекция была очень интересная огромное спасибо блять пизданись погоди это спрайт это же спрайт или это типа не спрайт так но мы скажем кузьмичу шоет спирт или что или как но это же чушь банку надо этому отдать а в той бана у него в банке спирт сейчас отнесем флой блять подделки у нас логика игры спирт добыть не ну это еще более менее логично они нашли возле магазина возле магазина валялась алкашня это нормально охуенная зеленая блять банка супер блять зеленая банка найденная возле мая в смысле подождите чудо блять хорошо так блять она бездонная ну-ка развеселить меня теперь ты не охуел что издевается спокойно петька расскажи к нему анекдоты в пару а может все таки зарубим зарубить по его всегда успеем руби лучше петр свои анекдоты пусть старичок пора пасечники падали из окна долго падать петька с василием ивановичем за этим наблюдали потом им это надоело они повернулись и ушли а а а а еще отможаешь василий иванович очень любил пасечников я вам показывал их скажу бывало наберет пасечников и так десятка два поставит у оврага и давай командовать правую руку вверх прыгай левую ногу вперед прыгай так бывало целые дни проводил тихо странные чего то печали шуточки петр они удаваи еще сидят выпивают сейванычна петька и пасечник разливает пасечник наливает себе полстакан а в аху порери вторую бутылку снова пасечник у стакан осейванычна стакан о петке полстакана василий иванович не выдержал что ж тупо пасечник небось Не первый раз бутылку разливаешь Пора бы и руку набить И тут Ведька говорит Да что руку Ему бы морду давно пора набить Ну ведь вы, конечно, и того Злые вы Уйду я от вас Ты, пчел, давай Ооо Ооо Мы же сами сможем взять Пчелу Голыми руками Я пчел брать не собираюсь Тебе есть что нужно По логике? Нет Мне страшно, блять, представить Если у меня есть то, чем Можно собрать пчел Первый час или вторая? Наверное, первая Ой, Василий Иванович Чего ж я наделал? Как же мы теперь Урал-то переплывем? Да ладно, Петр Не переживай Чего-нибудь придумаем А так хоть дровишки на зиму будут Так, Ром, давай без подсказок Правда, ты что-то зачистил Субтитры сделал DimaTorzok Отлично Вот теперь мы готовы К проведению сеанса пчелотерапии Логика Логика Пчел надо набрать в шприц Который спрятан в книге Которую дает продавщица Логика Субтитры сделал DimaTorzok Зачем мы это делаем? Айда, Петька Айда, сообразительный Молодой человек Ага Смотрите, как разбежались Нет, нам же у нас же Бага Это задача Что-то там с Баней связано Я просто уже не помню Чтобы Анька Банику приняла Анька Банику притела Зачем нам эти объекты? В речке ополосник Может быть Растопить? Надо растопить Банику-то растопить-то Надо, наверное, баньку Аньки Мне их поджечь нечем Может лучше Василий Ивановича попросить? Василий Иванович Огоньку не найдется? Это мы мигом Дверь закрой Закройте дверь Мне пока Раздеваться Так Анька у нас Уходит Париться Анька у нас Уходит Париться Раздевается Мы забираем Ее вещи Два часа Для того, чтобы Раздеть Анку Неплохо 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 Василий Иванович А может Лучше я Один Сам Поговорю Это Почему Еще Просто Ну Бля Ну Лучше Получится Иван Не понял Ты Че Петро На что-то Намекаешь Что-ли Вот Именно Ты Это Брось За Такие Намеки И По Зубам Получил Ай Ты Старый Первый Дом В смысле Никак нет Василий Иванович Я Чего Говорю Пошли Василий Иванович Прогулялись Чуток Поветрились А я Пока Канки Буквально На минуточку А Вот так бы Сразу И сказал А то Ходишь Вокруг Да Около Да Я Мигом А вот И я Слушай Петька Я тут Пару Мала Хочешь Большой Ну Чистой Любви А кто Ж Ее Не Хочет Ну Тогда Приходи Сегодня В баню Придешь Отчего Ж Не Придти Приду Только Уж И ты К нам Приходи К нам К нам Ну К нам С Василием Ивановичем А зачем Нам Чапай Не Нам Чапай Не Нужен Что я Лошадь Что ли Ну Ты Ну Тебе Я серьезно Ну куда Я его Дену Не знаю Думай Жди Меня в бане И думай Ну Что Петька Уговорил А как же Василий Иванович Я ж говорил Это дело Тонкое Только Василий Иванович Можно я Один пойду Ну все С меня Хватит Это Петька Просто Не по красноармейски У вас там С Анкой Какие-то Шуры Муры А мне тут Под окнами Гулять Так я ж Не корысти Ради А я что Из любопытства По твоему Тут под окнами Слоняюсь Нам Знамя Надо Спасать А вы тут Неизвестно Что Развели Да я разве Против Я ж Сразу Так и сказал Пойдемте Говорю Василий Иванович В баню Анку Дожидаться Блять Газ на кухне Газ на кухне Ладно Пробуем Василий Иванович А вы случайно Газ на кухне Не забыли Выключить Газ На кухне Не помню Точно Не выключил Вот и ходи После этого С вами В расцветку Иди Иди Нет Я конечно Сбегаю Я проверю Меня Встретил Летел Куда Как угорелый Можно Меньше Разговоров У нас Очень Очень Мало Времени Ну и ладненько Давай Лучше Париться Только Сначала Я пойду А ты Не подглядывай А ты Ёперный Театр Театр Слышь Петька Вот дела Тотворятся Не поверишь Прибегаю Я домой Как раз Газ Хочу Посмотреть А плиты То И нету Пригляделся И кухни Нету А еще Пригляделся И дом Он-то у нас Ненастоящий Мда А что это У вас тут Происходит Да вон Одежда Анкина Висит Ну так Бери ее И пошли А что Мы не пойдем? Нам бы Мне пока Раздеваться В смысле Не охота Уже мне охота А тебе не охота? Вряд ли Анка тут согласится Париться Если ширмы не будет Хотя Неплохо было бы Устроить тут Немножко Мягкой Эродики Ой дурында Ладно Василий Иванович Пойдемте Дело Делать И пальчиком Мой правой Ой дой Ты пей Какой же ты Дебил Все таки Петька Ладно Начальство Над Над ухом Особо Не Пафанится Мост Ну по нем К мосту Пистолет Я стрелять во все Подряд Не наметь Тем более Что пистолет Сейчас не заряжен Еще патрон Надо будет найти Банка уж больно Грязная Больно Ты Блядь Бризгливый Лоб Тут не пройти Рак Окопался Основательно Ну так Одевайся Ну а Че делать То В смысле В смысле Зачем Что Зачем нам Кузьмич Нам Кузьмич Бедный Кузьмич Теперь я точно Знаю Ну и Что нам С ним Теперь Делать Карманы Если Только Обшарить Ну Че В них Ух ты Смотри Василий Иванович Тут Шифр Какой-то Кузьмич 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 Нам Разве Не надо Было Просто Зачем Нам Что Торопиться Не стой Смотри Смотри Василий Иванович На бумажке Написано Право 45 Потом Опять Право 45 Потом Опять И наконец Право 45 Странный Шифр Для сейфа Да Да Крутить Не за Что А куда Он Делся Шифр В листве В листве Как Я Окраску Не пью Хотя Банка Банка Уж больно А банку Забыли Эх Мы Помнится В свое Время Поаккуратнее Работаем Давай Ром Давай Спокойной Ночи Тебе Блять Ну это Ну я Уже Нет Там В печи У колодца Что то Интересное В печи У колодца В печи У колодца Что У нас Есть Одежда Что Вы Можете Хотя бы Что то Нам Подсказать Ну Типа Что Мне Надо Еще Найти То Просто Что Найти Вы Скажите Что Еще Что Надо Для Того Чтобы Пройти Через Мост И Все Так Найти Париг в краску Понял Принял Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, уже лучше. Только про грудь-то мы забыли, Василий Иванович. Да, у Анки грудь знатная. Грудь. Грудь, шары. Шары надувные в магазине? Или яблоки? Еще можно сделать грудь из стыков. Не нравится. И зачем нам не... Нет. Давай в магазин. Может, у нее шарики есть. А вообще-то она же... Взять продавщика. Ничем растет пособили. Пальма, кокосы. 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 Молоко. Корова. Где она? Ключ. Не подходит. Нужно пысь. Ключ поменьше. Ключ поменьше. Ключ поменьше. Ключ поменьше. Ключ поменьше. ключ поменьше ключ поменьше ключ поменьше ключ поменьше ну давай сходим манова не знаю еще один ключевой персонаж может что подскажет бываете они подскажут можно конечно сказать именем революции но отношения с фурман я не собираюсь лазить по по 2 это мы оставим нас ключ поменьше бегнуть в тупике еще не были кстати давайте посмотрим что в тупике нет петька с него и яйца скальп сняли я буду бояться нас надо было похоронить прах про когда-то этом а сейчас мухи видать оживить его не упустишь я буду боюсь нибудь мертвецов любит я что выходит тогда тоже некрофилл бабушку например свою покойную до сих пор люблю значит тоже некрофилл оживите его пусть вы имеете же соль что приятель теперь даже челюсти что дружище взгляд лазами опасная штука и неосторожном обращении может и током долбануть поэтому трансформатору рекомендую близко не подходить и малую нужду рядом не справлять подключить магнит идея неплохая только зачем это делать именно здесь лучше уж найти место где магнит действительно мог бы что нам пригодить то что дальше не пройти ясный дорогу за перегородить как вы думаете тут опёс его знаю а забрать знак нехорошо это петька кто-то трудился вешал а ты собрать хочет привет серьез маловато таким топориком только сучьи отставить у нас смешно а почему вы и только как тут он с рычагов всяких столько понапихан и мудрено и запутаться кстати зарубильники пульт управления а это головоломка опасная штука при неосторожном обращение этому транс немалу это не так мертв можете подскажешь ну его без я в этом ничего не понимать еще сломаю чего он не подскажет за спойлер бан но лучше без спойлеров конечно так ладно нет нам надо найти корову и молоко корову и молоко корову и молоко корову и молоком так то мы уже везде были да на мост на мостике не были любимая яблоня товарища фурманова мичуринец ключ от кого ключ у нас только один пока что вот он он не подходит к двери возле магазина нам надо где-то найти ключ что у тебя на подбородке капец делару ну я очень рад что у вас очень классное чувство юмора молодой человек до свидания я не собираю вода ремонте на плетень давно уже нуждается в капитальном ремонте хоть просто пройдемся чисто может обычное дерево по дворам маленький раз по инструкции тогда выносит молотком молотком и зачем молотком где найти ключ 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 двойной клик быстро идут на ключ 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 может у анки дома значит некий ключ 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 ну что замаскируем эту печь поданка чем дурак что по моему там за шторкой на печке кто то есть кто блять эту печку растапливать не кажется ли на самом может то может там черт лист может у меня крыша поехала так ты по моему там за шторкой на печке кто то есть но кажется за печкой сидит старушка это бабушка студента раскольникова выходи бабка войны из раскольников смешно я не полезу в эту печь не петь к смешно стол четырьмя ножками можно отпилить у стола одну ложку напильник можно отрубить у стола его можно было бы взять ну так отчеты тупи что можно сделать это с двумя ну а еще лучше с тремя так ну тогда уж проще всего вообще сломать его полностью можно не дурак блять так это лампа это стол лампа и стол две вещи раз два три четыре окно не в европу что значит забрать окно нельзя печка ничего не делается плакат пулеметчик на заряжает ей ленту с утра каждый нет печка только печка подкова с кукушкой на что похоже ну только не гришься это ключ блять от двери пожалуйста если это ключ от двери это нет 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 я не верю я не верю не может быть не он не заяц на что похоже подку на подкову с кукушкой магнит магнит достать в колодце ключ ведро отсюда нет я чуть сам себя перемудрил в доме петьки есть сейф разве магнит ну это все конечно прелестно но наверно надо откуда то откуда то достать ключ откуда колодцу нельзя где еще может быть спрятан ключ уанки торчушь на столе зачем зачем я тебе нет окошко такое маленькое и так высоко расположено чтобы мальчик маловато окошко я тут да и зачем ли какая лишь банька афинская афинская это у этих мухреков что ли да нет у финнов у этих так тоже разве баня так баловство одно так в том-то и смысл в том-то и смысл пусть себе нет 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 еще раз нет дорожный знак у тебя думала чего ну знаю у меня возьмем табличку скот нет нет болота нет 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 тут в колодец может тут в колодце чушь конечно нельзя скамбинить там ведро нет и соединить провода нажать все рубильники соединить провода так мне же скали там не надо соединять ну допустим и чё теперь надо может она чтобы электричество перестала найти комбинацию чтобы электричество перестала и и Так. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. С Шерлока Холмса можно посмотреть с дедукцией очень хорошо. Он должен... Ой, сука. Играет музыка. Играет музыка. Ирочек, привет. Играет музыка. В нем должно что-то лежать. Это точно. Всегда так бывает. Как бы нам его вскрыть, а, Василий Иванович? Тут система хитрая. Без шифра не вскроешь. Так есть шифр. Где ж мы этот шифр возьмем? Где, где? На бороде. Так есть шифр. 45, 45, 45. Вправо, вправо, вправо. Ну? Значит, шифр говоришь? Ну-ка посмотрим. Так. 45. Еще 45. И еще 45. 45, 45. Что-то, Петька, мудрено уж больно. Ну да бог с ним. Эх, разудись в плечо. Ну ты немного поздно, Ириш. Нам осталось всего 40 минут играть. И что ты встал-то? Ну отойди, блядь. Ну что ты делаешь? Такой ты хороший. Ебать, а там ключ. Представляете? Для каждого ключа он нам пригодится. Давай, 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 давай. В темпе, в темпе, в темпе. На это ничего не надо. А это можешь забрать. Правда, за эти провода не хочется. А вдруг они под напряжением? А зачем я вообще, типа... А зачем я вообще это сделал? Чтобы я, я типа... Если бы я этого не сделал, я бы не смог подойти к себе... Забыли! Патрон на рельс. О, не хуйся, вы внимательны. Патрона слишком крутая и высокая. Так просто его не достать. Бери сам, Петька. И хуй с ним. С этим патроном. Так. Корова. Корова нужна. Рошика получил. Ох, Илюха. Вот не подбанит тебя на стримкрафте. Да ладно. Нахереть. Логика! У меня это все равно 4 на 4. Матфакси. Жалко болезную. Сдохнет же. Накормить бы ее сперва. А может просто молока возьмем? Резноватая кормушечка. Не следит, Кузьмич, за к... Ни буты. Пить из этой помойки? Нет уж. Да не пить. Зачем нам корове? Даже коровы из нее... Да и шо, Петр, шутить вздох. Смотрю. Петр, шутите, дома. Накормить корову, накормить корову, накормить корову, накормить корову. Корову накормить, накормить, накормить сено, трава, трава, сено. Тут, 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 грибы. Еще раз включить электричество, чтобы магнит заработал. Ну мы можем, конечно, попробовать. А, и пуля притянется, да? И притянется пуля. И мы пристрелим нахуй корову, да? Это же, сука, самое логичное, блядь, что может быть в этой игре. Провода какие-то, они наверх любопытны. Братцы, а вдруг... Нет. Не тот рычаг первый, в смысле? В смысле не тот рычаг? Какая разница? Чипаем провода не за... А-а-а... Еще разочек? Дядя! Дядя, а ну-ка расскажи. Ты умеешь на одни и те же грабли второй раз? Так. Давай, Голубян, ну... И в путь. Ты тут стой. И пуля должна была притянуться, да? Провода, а не на... Любоп. Братцы, а вдруг они... Петька, я... Вы что-то меня наебываете, по-моему. Рубильники вниз были? Давай попробуем с рубильниками вниз. Чапай. А ну, иди путь. Да шустрее, давай. Ну, самый честный чатик. Да... Пулю. 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 Ладно. Ай, тут... Как дед мой. Блин, если это ремастер, я бы, конечно, оригинал бы глянул. Пуля. 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 Все, мы идем стрелять корову. Так. Так. Накормить корову. Из еды, из доступной якобы еды, у нас есть картоха. У Аньки. Ни сена, ни травы, ничего такого я для коровы не видел. Скажите мне сразу, корову надо накормить картохой? Тут сено есть вообще? Да посмотри, тут каждая избушка с крышей и сено. Нет, не картохой. Хорошо. Это уже прогресс. Уже прогресс. Уже прогресс. Чем мы можем накормить корову? Яблоки, тыквы. И зачем... Нет. Нет. Зелень. Трава. 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 Трава сена. Трава сена. Ну, может быть, яблоки. В тупике ничего нет. В болоте есть грибы. У нас есть грибы. Пусть поросит. Как говоришь, не ешьте на... А вот, короче, галюцина. Не до грибов сейчас. Да почему не до грибов? Табачок бы на нос. Ничего. Нет, корову табаком кормить такое себе. У нас дома есть грибы. В теории, в принципе, корова может съесть грибы. В теории. В теории. Сначала дерь... Нет. Нет. Нет, 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 нет. Нет, нет. Веники. Есть веники. Веники зеленые есть. Пусть себе висит. Пусть себе... Нет. Кактус. Есть кактус! А мы туда выстрелим в окно, да? Что я несу, блядь? Это замечательный Для того, чтобы Да разве мы похожи на тех Разве что в домах кулаков Нет Куда пионеры ушли? В банку на троих пить Куда ушли пионеры? А кстати, куда ушли пионеры? Тут же стрелочки Тут можно еще походить А это сюда нет А куда внутрь ушли пионеры? Кот вправо А что там? Так Зелень, трава, природа Так, так, так Ой, Киллджой, твои вот эти вот типа Охо-хо-хо-хо Я не знаю, может быть Давай без этого Эх, красотища-то какая Мать Шуторешь, блядь Прутик Приходим, прутик Отхлечим кого-нибудь при случае Ну, корова не будет есть прутик Блядь, ты серьезно Сейчас срубил вот это И с собой взял Веревка тебе, блядь, не нужна А вот прутик вот прям вот Честно, я не подсказываю Серьезно? Это типа не завуалированная подсказка? О, ты хорош Тогда ты хорош, ладно Ебать А где я? Этот сток сена необычен Но только чем? Формой Цветом А больше у него ничего нет Прутиком сейчас Тика-тика-тика-тика Кто же у нас интересный здесь? Неловко получилось, конечно Но Простите Бать тупо сток в карман Оп Хорошо Идем дальше Прутик пригодился Кушай, кушай, родники, кушай Кузьмич совсем уже охерел Так я не пойму, чья корова Кузьмича или Анкина? Кушай, кушай, родники Кушай, кушай, кушай Кушай, моя хорошая Кушай, кушай Красавица Какой ядрит Ты Ведро дать? Кузьмича? Отойди, Петька Сейчас покажу тебе Как это делают Настоящие мужчины Мда Кажется, перестарались Ой, дурында А все? Все Ой, не знаю, как тебя Шкура Ее зовут Это В смысле Шкура Кажется, перец Однако Одна шкура Осталась Это не рофл? Для начала Неплохо было бы ее Взять Не, Василий Иванович Я теперь и пальцем ее не коснусь Вам надо, выбери Бери сам, Петька Да ладно вам, Василий Иванович Я шучу Субтитры сделал DimaTorzok Все это, чтобы сделать сиськи Накладные сиськи Чтобы под видом Аньки Перейти через мост Это все для того, чтобы под видом За того, чтобы замаскироваться Ваньку И перейти через мост Это все Это все Вот это все, что мы делали Это для того, чтобы Петька переоделся в бабу И перешел через мост Не, ну Слишком ценное дерево Чтоб его Да уже похуй Опять торопишься, Петька Урожая-то нет пока Не созрел еще Больше молока я не найду Маловато будет И плодов нет Что за дела? Ладно, подождем Погуляем Может еще подрастет Не подъем Крепко Пойдем погуляем Пойдем погуляем Пойдем погуляем Пойдем Давай круголя нарежем Сейчас по району Нет, представляешь Никогда бы не подумал Что здесь живет Фурмана В суши Ну Как бы Тупик Пойдем обратно Вот это да! Чудо природы! Да ладно Так уж и чудо Жаль только, что она Не карликовая Вон как далеко кокосы Как доставать будем? Залезть туда не удастся Очень уж ствол гладкий Да я и сам вижу, что гладкий И что делать? Нужно чем-нибудь сбить Походим, что-нибудь найдем А ты уверен, что ее вообще В принципе уже вот Стоит оставлять одну? То есть Ты вот Ты ушел Ушел На 30, блядь, секунд На 30, блядь, секунд Ты кто вообще, блядь? Ты че тут делаешь? Окей Сбить кокосы У меня есть пистолет У меня есть пистолет Мясорубка Парик Шкура коровы И ведро И ведро Пистолет Или топор Давайте посмотрим Ставишь нам парик? Ваши ставки, господа Видит ока Да зуб не имет Это ж ты загнул, Петька Да кто ж не я, Василий Иванович Народ Это народ, Василий Иванович Это народ Ну Это Нет, нет Это было бы слишком логично, блядь Это было бы чересчур логично Ах, блядь Да Слишком Да, логично Было бы Да, логично Нет, ну Вот и добыли мы фрукт заморский Или овощ Василий Иванович Не силен я в ботанике, Петька Одно скажу Если их так собирать Никаких патронов не напасешься Ну что? На бал? Ну, на костюмированную вечеринку Давай, Петька Давай Давай Ну что? Ну что ли? О, вы б хоть папироску выбросили. Хм, м-да. Со мной? Привет, солдати Дин, как дела? Я это, коровёнку вот пасти. Ты это видела? Что это, а? Нет, ты это видела? Атака медикам и зоофилам. Эй, вы куда? Парни, я иди. Я иди, я иди, я иди. Иди, я иди. Прорвались, Василий Иваныч. Иди, я иди, я иди. Тихо вроде бы. Какие есть мысли? Да мы им сейчас. Правда, Василий Иванович? Эй, кить ты, прыткой. Оглядеться сперва надо. Подумать, где в этом вражьем логове знамя искать? А это что за строение? А шут его знай. У них везде, где не дом, так притон какой-нибудь или чего еще похуже. А что может быть хуже притона? Что-что? Публичный дом, например. Ну ладно, хватит болтать. Давай посмотрим, что к чему. Три часа. Мы шли к этому три часа. В принципе, да... Ну ладно, 2.45. Мне еще три часа заказали. Ну ты хочешь, чтобы я прям сейчас их играл? Типа до полуночи? Не, вот. Да. Вот, смотри. До конца стрима еще, типа... Типа... Тан-дан-дан-дан-дан-дан. Вот, до конца, в принципе, заказа еще 15 минут. Но я думаю, логичнее будет завершить на конце первой части. На окончании... На окончании первой части. Или мы еще 15 минут играем? Лосось в хату. Ломись. Че, в дом идти? Нет, за ММР нельзя разбойнуться. Сохраниться не забудь. Там че, жесткое? Это не дом. Точнее, дом, но не дом. Ну, это бордель. Потому что, ну, как бы... Бельишко и звуки. Василий Иванович, а вы смогли бы сыграть Ноктюрн на флейте водосточных трупов? Нет, Петька. А ты? Я тоже. Эх, вспомним молодость. И вот дальше си... Может, не надо? Это динамический паза. боюсь меня на стримкрафте подбанят это мне сейчас было бы очень невыгодно игра детская я понимаю что игра детская интегру на стримкрафте за ведьмака забанили и подбанил все нормы сегодня чего там чего там чего-то да там да я не буду потом вместо тебя разбираться с суппортом портала за что тут банить хорошо на твиче что ли нет на твиче вообще насрать вот это да и мужик с ней какой-то думаю думаю не стоит как думаешь петь петька ты где куда ты делся петька пиран уж тут же белые кругом открывай это я коль в пальто открывай быстрей нет я не буду рисковать простите но я не буду рисковать я могу сейчас сделать стоп-старт и немножечко вас типа перезапустить стрим только на гг без записи и показать вам все что вам надо но смысл все это делать до конца три стрима типа 10 минут вы их и вам нужно вам нужны эти 10 минут или не нужны вам эти 10 минут вы мне скажите где еще стрим идет на стрим крафт ну на твиче на стрим крафт на твич пофиг а вот на стрим крафт нет со стрим крафтом у меня так сейчас небольшие проблемы я бы не хотел усугублять их еще односуточным баном мне сейчас это очень невыгодно там хоть баны на сутки всего лишь но мне сейчас нужно эти очень очень нужны эти сутки чтобы попробовать там кое-что на 10 минут много и минутки хватит короче я торможу запись запись я торможу тем кто смотрел записи огромное спасибо ребят подписывайтесь подписывайтесь оставляйте комментарии